А почему, как Мао говорил, пусть цветут все цветы, почему не разрешить браки с насекомыми, кому от этого хуже, пусть люди самореализовываются, как считают нужным, если это не нарушает уголовный кодекс той или иной страны. Ну, знаете, вот в Содоме тоже ничего уголовный кодекс не нарушало. Но потом произошло прекрасное превращение этих воинствующих гомосеков в шикарную косметику Мертвого моря, которой мы сейчас пользуемся с удовольствием. Поэтому, ну, если мы не хотим судьбы такой же, господь, он же не ерошка. Вот это для атеистов, к сожалению, это не является аргументом. Потом, когда их бабахнет по башке, они уже как бы спорить прекращают. Но надо об этом помнить, что разложение любого гиганта, любой империи, оно происходит не через плохое перевооружение армии, не через какие-то там понятные нам причины. А главная причина – это нравственное разложение верхушки и так называемой элиты. Рим пал из-за чего? Что армия фиговая была, земель мало было, кто бы это сказал. Рим пал, потому что аристократы, вот все эти, стали там пользоваться мальчиками, стали любить искусство всякие свободные, там, поэзию и прочую гадость. Вот через что пал Рим. Я не буду в поэзии, но просто когда это становится там жубелом, и все эти утонченные Кирилла Серебренникова становятся государственным главным трендом, обществу каюк наступает. Все, общество не живет. Ни один солдат не будет сражаться за аристократию, которая там гомосятина и прочее. За Кирилла Серебренникова никто кровь свою проливать не будет, поверьте. А вот за родину, за мать, за семью, за детей, за церковь, за отечество, за императора, за царя будут проливать. По-другому не было.